Грандиозная реконструкция мемориального комплекса «Невский пятачок» практически завершена. Оценить произошедшие изменения в Кировский район приехал глава региона Александр Дрозденко. В целом, конечно, все выглядит гораздо лучше, чем еще год назад. И я думаю, что и наши ветераны, и кировские ветераны, и петербургские ветераны, кто давал нам наказ, чтобы мы провели здесь восстановительную работу, будут довольны. Потому что мы даже сделали больше, чем обещали. Сделана подсветка, сделаны мощения, полностью завершена глубокая реставрация рубежного камня. И, что немаловажно, принято решение о том, что эти работы будут продолжены и в 2016 году. Мы хотим по завершению работ на «Невском пятачке» иметь Всероссийское мемориальное кладбище. За отведенные для работ полгода здесь перевели в порядок все памятники, которые не ремонтировались практически со дня их установки. Был отреставрирован танк Т-34, обновлено основание постамента. На мемориальном комплексе дороги выровняли, засыпали гранитной крошкой, поменяли бордюры. Здесь возведут стену из красного кирпича, чтобы жители могли прикрепить на нее фото или табличку с именем погибшего в этих местах родственника. Приятные изменения произошли и у рубежного камня. Вот вы видите, да, сейчас у рубежного камня, который находится за моей спиной. Видите, плитка выложена, как красная, достаточно красивая, красная площадь теперь называет. У нас тут между собой строители. Раньше здесь был песок, земля, почетный караул шел, это все поднимал, прошел почетный караул, еще потом 15 минут висит пыль, да. Ну, как бы не очень хорошо. Да и стыдно уже немножечко. Среди других видимых изменений подсветка всего комплекса. Если раньше на этой территории вообще не было электроснабжения, то теперь более ста энергосберегающих лам будут освещать все памятные места в автоматическом режиме. Проведенное энергоснабжение позволит пролить свет и на другой, ранее нерешаемый вопрос. Проблема немаловажная решается с камерами видеонаблюдения. Губернатор пообещал выделить камеры, то есть, чтобы этот мемориал еще, ну, от вандалов, от всех, соответственно, работали камеры. А раньше была проблема, куда их подключать. Камеры не проблем поставить, а куда их подключать, нужно электричество для камеры. Сейчас этот вопрос снимается. Кроме этого, осенью все члены правительства примут участие в масштабной высадке деревьев на этой территории. Пока же жители и гостей области приглашают на Невский пятачок посетить военно-историческую реконструкцию, которая традиционно проходит в дни празднования Победы в Великой Отечественной войне.